Я не могу говорить за всю Одессу, поколение меня не уполномочило говорить этого имени. Я думаю, что все люди по-разному. Я своей надеждой профессионально реализовал полностью, хотя в итоге оказалось, что реализовал я совсем немного, но сколько мог, столько реализовал. Больше головы не прыгнешь. Ну а свои человеческие проблемы, я думаю, я рассказывать не буду. В Советском Союзе мне было жить очень плохо. Невероятно скучно. Нельзя никуда было поехать. Потом просто в бытовом отношении отвратительно. Самые простейшие вещи от того, что ешь до туалетной бумаги, надо было доставать, купить нельзя было. Ну это всякие-то самоочевидные для людей, которые тогда жили вещи. Меня изумляет, что сегодня, во-первых, это надо сообщать чуть ли как не новости, это производит впечатление батюшки, да неужели это было так? Как открытие. То есть насколько вот сильна мифология в головах у молодых людей, но молодых-то ладно. Но поразительно, что люди, которые тогда жили, вполне серьезно говорят, не, ну это было не так. Потом начинаешь по деталям, да, вроде все так, а в целом все равно не так. Ну вот для меня что по деталям, что в целом было тошнотно, скучно, невероятно скучно, убого. То, что называется емким словом совок. Действительно совок. Грубый, грязный, довольно бессмысленный. Вот, были хорошие стороны в жизни, безусловно. Например, тогда гораздо выше стоял престиж научной работы, вне всякого сомнения. Было много ученых, это считалось очень почетной работой. Хотя получали они к концу советской власти уже гроши, но все равно это считалось почетной.